Мы много наслышаны и каждый день видим сообщения о коррупции, о том, о сёмках, столько сажают, и тем не менее не удается с корнем вырвать это чудовищное явление, которое, на мой взгляд, теперь я говорю, как правый человек, связано прежде всего с освобождением общественного сознания и вообще сознания отдельных людей от нравственно-этических норм, в своё время, безусловно, закладываемых верой. И даже человек, не ощущающий себя религиозным, на самом деле продолжает исповедовать эти ценности, которые, если разобраться, изначально были заложены именно верой, нагорной проповедью. И здесь поэтому я должна сказать, что просто искоренить коррупцию наказаниями, посадкой никогда не получится. Горе тому обществу, если только угроза перед уголовным наказанием удерживает человека от преступления. Горе такому обществу. Там, где утрачено понятие греха и стыда, порядок не сможет поддерживать даже полицейский, потому что он сам является порождением общества, утратившего стыд, понятие стыда и греха. Неразрывно связана эта тема справедливости экономики, распределения национального богатства и с задачами построения подлинного социального государства. Особенно у нас в стране, в стране бедной, и тем более почти весь XX век проживший в таком утверждении именно социального равенства и идей справедливости. Пусть никогда ни в одном обществе идеал никогда не был построен, и каждая система накапливает собственные грехи и разрушается под их тяжестью, тем не менее в сознании это глубоко есть. Но здесь связано это, прежде всего, с воспитанием изначальным. Самое дорогое – это прибыль. Был девиз, по-моему, какой-то из очень такой промышленной предпринимательской газеты в XIX веке. Но дальше был второй тезис. Но честь дороже прибыли. Слово русского купца было выше, чем подпись, и даже не нуждалось в подписи. Вот так это действовало раньше. Сейчас же даже подпись не гарантирует от добросовестного исполнения, потому что бесчестье, идеал богатства бесчести проповедовался в течение особенно первых десяти лет после краха Советского Союза. И я сама была в ужасе от телепрограмм, когда утверждалось, поменьше смотрите на своих родителей. Среди них очень мало успешных людей. Интересно, критерии успешности. Какое общество успешнее? Где ровнее газоны или где меньше неверных жены мужей и обманщиков в экономике? Вот для меня вопрос совершенно ясен. Именно то область общества успешнее, не которое богаче, а где меньше вот этих вот грехов. Почему в школах и детских садах у нас воспитываются дети на черепашках-ниндзя, на Дональд Даках, на Вуди Вудпекерах? Это все персонажи забавных, милых, очаровательных диснеевских фильмов. Но кто такой Дональд Дак и Вуди Вудпекер? Это удачливый нахал, лезущий всегда вперед, выхватывающий первый лучший кусок. И он сделан так симпатично, что вы ему сочувствуете. Может, это соответствует американскому идеалу «я первый», но это не соответствует русской культуре. И те, кто действует вот так, как Вуди Вудпекеры и Дональд Дак, они начинают вот это богатство бесчестие, а другие честные люди оказываются как-то вот и не у дел. Почему в детских садах не читают русские сказки, где всегда вознаграждалось благородство, у девушек кротость? А те, кто говорили, ты что, сдурел, Морозко, а мне и самой мало, в конце оказывались с сундуком со всякими жабами и гадюками. Нужно читать детям рассказы Толстого. Корова, чтобы они знали, почем фунт лиха, что такое бедность, что такое труд с шестилетнего возраста. Фальшивый вексель. Нужно читать русские сказки. Нужно учить детей на лучших произведениях мировой, не только русской классики, потому что великая европейская культура и литература также явила нам человека как воплощенный долг, а не удачливого нахала. Поэтому, когда мы освобождали свои взгляды в начале 90-х от тех догм, что нельзя заработать, почему никто не сказал? Да, мы возвращаем людям неотъемлемое право на собственность, творческое начало и возможность заработать. Но помни, человек, честный, порядочный, благородный, созидательный труд есть дар Божий. Долг человека перед Богом и людьми и одно из высших предназначений человека. В сочетании с таким посылом, наверное, у нас не произошло бы вот такого беззастенчивого накопления первого капитала сродни дикому капитализму на Западе XVIII века. Поэтому вопросы эти связаны, меня интересуют очень, связаны именно с воспитанием того человека, который потом должен занять места местных администраторов. Мы должны сейчас признать, что даже первые олигархи, символом которых были Рублевка и была масса анекдотов, сейчас перестали быть главным объектом ненависти. Сейчас главным объектом отторжения являются чиновники, потому что произошло сращивание власти на местах с потоками денег. И люди этого категорически не хотят признать, потому что для них представитель власти должен даже больше соответствовать некоему идеалу, чем обычный человек. Как мы совершенно нетерпимо относимся к коррупции и нарушению этических норм и преступлений в рядах, скажем, правоохранительных органов, то, с чем мы как-то еще относительно, конечно, меримся среди других профессий, потому что именно от этих органов мы ждем большего соответствия нашим идеалам, чем от других. Их снисхождение здесь гораздо меньше. Поэтому, на мой взгляд, вот те силы, которые, неважно, считают себя правыми, левыми, консерваторами, должны задуматься о очень широкой палитре действий, которые включаются в воспитание детей, школьников, патриотизма, понятие чести, долга, верности каким-то идеалам, с обучением вот тем навыкам, которые требуются для того, чтобы быть успешными созидателями. Когда я смотрю на нынешние всякие конкурсы, не могу сказать, что они какие-то там неправильные, но меня иногда удивляет, что в основном соревнования происходят не в профессиях созидательных, а как бы в области менеджмента и управления. То есть все хотят быть удачными управленцами, тем не менее, не став еще неудачными хирургами, неудачными экономистами, пахарями, сеятелями, инженерами, прочее, прочее, прочее. Мне кажется, вот на это тоже надо обратить внимание, потому что люди без профессии, ставшие успешными, они, на мой взгляд, не являются подлинными созидателями. Здесь другие темы. А богатство без чести – это вот то самое черное пятно 90-х годов, которое до сих пор никак не мы можем, оно все время проступает, мы не можем его никак стереть, и здесь надеяться на очень быстрое искоренение, мне кажется, не приходится. Но если мы не начнем сейчас работать над этим, ну, работа уже идет, конечно, но она явно недостаточная, то наше общество не сумеет преодолеть те огромные нестроения, которые накопились именно во внутренней жизни. Ибо если есть консенсус в области внешней политики относительной, я бы сказал, даже немалой, Россия оградила себя от диктата внешнего, то в области особенной экономики и внутренней политики мы все видим достаточно много совершенно обоснованных и справедливых протестных настроений. Но работа в этой области должна, мне кажется, быть нацелена на то, чтобы не лишая нацию, не стремясь к расколу наций, как была бедой левых учений конца 19-го и начала 20-го века, которые прямо ориентировались на раскол общества и подавления одной частью другой, якобы эксплуататорской, а потом все это, оказывалось, опять вставало на свои же места, а сохраняя единство национального мировоззрения, сохраняя единство нации, осуществлять вот это излечение вот этих черных пятен и раковой опухоли, которая развивалась, на мой взгляд, в значительной мере под влиянием именно вот этой новой идеологии успеха безнравственности и морали. В нашей стране это неизбежно приводит к краху общественного единства. Мы, какими бы грешными мы ни были, у нас масса грехов, мы очень чувствительны к этому, и протест этот естественный. Продолжение следует...